друзья привет меня зовут валерия вы на канале ши энши и сегодня я приехала в юрмалу в гости корее немножко про свой дом очень просят ноги рум-тур сделать что-то частично я конечно покажу во первых историю покупки этого дома и я искала в юрмале дом после развода дети привыкли к юрмале я привыкла к юрмале в риге была квартира но хотелось что-то в юрмале иметь мы подъехали сюда с риэлторами я вышла а хозяев не было мне показали вот этот вид я сказал что этот дом покупаю идем все добро пожаловать добрые люди пожалуйста злые сразу отключайтесь и не смотрите мы идем поснимать около дома юрмалу место расположения дома чтобы создать общую картину рум-тура потому что дом это дом а место это тоже очень важно чтобы поняли где дом находится карина расскажи что у тебя за крыша очень подходящая под твою новую худи тиффани у меня крыша она кстати сто лет не портится выходи это медь настоящая медь я когда сюда подъехала первый раз увидел этот дом и говорю боже какая крыша клоунская а можно ее покрасить нет отдельно нет я же не знал что он ее можно продать они готовы с ума сошли это самая дорогая крыша которая может быть это же медь она сто лет не портится пошли на море мы сейчас вам покажем дорожку от карининого дома до моря сейчас вечер уже такой начинается закатное солнце красиво и мы сейчас будем проходить резиденцию российского посла я чувствую что последние два полтора года здесь никого нету снимутся для сняли официально охрану у него была охрана которая нам кажется спонсировалась нашим государством больше очень красиво вот зелень посвечивается триколор вот это вот эти деревья а вечером не вечером праздники вечером праздник он такой в стиле расстрелли что фото стиль расстрелли что за стиль расстрелли был такой архитектор российский ой а итальянский академию которой все хозяйство построил и екатерининскому любовнику так давайте еще раз был архитектор расстрелли вам не очень похож на резиденцию российского послата двое мнение это не официальные факты да я знаю что у нас мы смотрим статистику по статистике 70 процентов наших подписчиков нет это смотрят наши видео с россии этот дом я думала раньше вообще принадлежит какому-то президенту одной из скобковых республик потом оказалось что это принадлежит местному ты что не буду называть фамилию он сейчас проехал мимо на машине вон цель заезжает ему принадлежат все наши масс-медиа догадайтесь сами а там есть и центральный въезд и въезд для обслуживающего персонала в общем дом сумасшедший спонтан какой-то такой если честно говоря вот для меня он чисто какой-то банановой республики будто дом а вот там смотри в той стороне дом чуть чуть правее это тоже его дом а там гараж для обслуживания с той стороны подъезжаешь а обалдеть мы все мы на море нет еще еще один дом интересно покажу сейчас вот немножко поглядим просто не да 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 леника она уже давно пошла и я пошла искать ее ну вот посмотрите это мы прошли те дома вот там уже море это называется дюнная зона у многих юрмальчан то любимые тропиночки да да но с собачками погулять подышать пробежечки можете представить сочетание моря и хвойми лес да и сосны мне кажется только у нас йод это очень полезно для легких и люди больные онкологией или туберкулезом здесь просто продлевая себе жизнь ну вот мы вышли на море люди еще купаются как водичка не знаю спрашиваю да завтра придем купаться вода валерия парное молоко верю кстати дошли до места где раньше был 36 линия ресторан самый популярный в юрмале а начинали они вообще со стекляшки где был горячий чай с гренадином но они взяли и разрослись построили здесь ресторан там ресторан проводили всевозможные мероприятия дни рождения автопатия новой волны я у себя дома дубцов услышала в спальне потому что она так орала здесь пела и в один ужасный момент кто-то стуканул на них и начались судебные процессы 36 линия переехала в другое место совершенно теряла свою атмосферу до лишившись этого места она потеряла естественно все я называла своей это столовкой место потому что если чего-то дома не приготовила сюда приходила более того мне даже корешку готовили феврале из-под прилавка называется да когда ее в меню даже не было в это место самое было популярное в юрмале легендарная легендарная они кстати уже выиграли два суда и я с лаурицем хозяином этого заведения разговаривала и шеф-поваром он сказал карина мы уже два суда выиграли нам остался 3 осталось только палаточка допашь посмотришь что я есть что дают шоточки есть на латышском на английском и еще есть даже на русском смотрите такая маленького и здесь готовят именно такое количество блюд да и очень вкусно не я сказал так не дешево для палатки для палатки но они же ресторан то дорогой сам по себе это картошечка молодая селедочка молодая помидорки азербайджанские огурчики местные шампанское французское это что-то нереальное это все привезла в смысле все главное блюдо селедку голландскую привезла волнули доску это в голландии пару лет назад был шторм и повредили упали самые одни из старейших деревьев в роттердаме они упали они были огромные бушевых салфетом и тогда сделали что сделали роттердамское предприятие здесь написано там этикетка они сделали из этого дерева сделали вот такие вот доски обработали их маслом и люди могли это очень правда не дешевую цену но приобрести и это кусочек роттердама это кусочек памяти как называется лицер барола но вот такое у меня доброе утро с видом на сосновый лес я с маской на лице убираю следы вчерашних посиделок хотя честно говоря с таким воздухом это не требуется мы накрываем завтрак я раскрыла там уже начали лопаться воздушные воздушные вот это очень хорошо горячая да и итак мы сели завтракать на завтрак у нас латвийские сыры и сезонные ягодки и сырники от влад наша любимая кофе с молоком не надо встречать и продолжаем гулять по кариним району нормале вы только посмотрите какие у нас тут особняки царские купеческие а посмотри какие ворота ворота какие а там еще у них въезды машины там тоже какие-то купидоны а там знаешь что мы подойдем да ты какая красивая леса да да с цветами цветами выглядит что не жилой может и не жилой как хорошо что у нас 60 процентов разрешено обязаны забора быть прозрачными врачи на штаб 60 процентов 40 процентов только может быть закрыта но все со засаживают всякими елками туями так что хочется конечно спрятаться никогда не подходила к этому дому мне такой купеческий смешной оказался вообще не для юрмана медленно прогулочным шагом дошли можно сказать до моей соседки прекрасные восхитительные лаймы вайкули вот у нее такой дом в стиле минимализма она его сама проектировала все делала я знаю я видел этот дом изнутри в передаче малахова андрея малахова да и я надавала интервью не такой минимализм минимум вещей она сама говорила что она не любит захламленность и к своему фестивалю рандеву лаймы она готовится дома все обычно не репетирует мне большой бассейн я видела в инстаграм на видео что они там поют музыканты собираются живые инструменты все очень красиво здесь она живет своими собаками своим мужем андреем и вот как бы тоже все засажено а еще могу рассказать у нее же остановка вот здесь и там я знаю что она очень долго писала чтобы эти остановки перенесли но ведь не перенесли звезда никаких не имеет от этого в этом вопросе блата дивиденды не так давно здесь появился вот этот дом вилла алла мы были все уверены что это алла борисовна себе с максимом построили дом по соседству своей подругой лаймой вайклей вот они бы с ними валер прямо рядышком а потом мне написал один мой знакомый что это не алла пугачёвой дома это наша местная какой-то предпринимательница аллы фамилию не назвал год не буду известная дама вот такой красивый тоже современный особняк билла алла то что такая красивенько сутки не люблю слова красивенько красиво валер что ты тут у нас колдуешь сегодня вечера мы у карины в доме готовим итальянскую закуску у нас будут помидоры из италии вот такие вот такие два вида очень ароматные у нас итальянское мяско это у вас прошу то я так понимаю прошу то круто у нас итальянская песто у нас маслица с трюфелем это уфероза у нас итальянская строчитела я пока открою одну пачку если вам понравится открою вторую ароматный базилик но в латвии куплены местали бы не наехал и у нас итальянская чабата с оливками ага уже часть готова до валерыч кто-то из наших подписчиков режет помидорки красивая сейчас будет открыться читала сюда она не хочет сомневается красиво открою по-варварски открыли ничего страшного мы же дома пока у нас угадайте что мы будем пить наверно виски джентоник нет ром нет такие а все-таки шампанское шампанское то глянь как астрочитела господи это прекрасно я потом вторую ткупку у нас шикарная свежайшая давай перчик все достанем все как положено давай валер не синий 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 наш ужин ну что друзья настало время прощаться очень надеемся что вам понравился наш выпуск подписывайтесь лайкайте оставляйте комментарии нам это очень приятно